Но радость нардепов поутихла, когда они заговорили о своих требованиях. А их хватает в каждом углу парламента и у каждой политической силы. Кто из политиков чего хочет и что можно отнести к законодательной победе украинских парламентариев, вот что увидела я на утреннем заседании. Единственный законопроект, который прошел на утреннем заседании, о реорганизации больницы-поликлиник предприятия. Медучреждениям дали больше самостоятельности, разрешили им законно пользоваться благотворительными взносами и иметь финансовую автономию. Будет введено такое понятие в первое в Украине, которое называется послуга с наданием медической помощи. Эта послуга будет оплачиваться державой, местными бюджетами, и эта послуга может потенциально оплачиваться и самой людьми. Это позволит легализовать на сегодняшний день весь тюньевый объем денег, который есть в охране здоровья. Мы открыли возможность другую. Например, есть предприятия, которые достаточно хорошо думают о своих работников. И они готовы укладывать договоры с лекарственными установками и платить, скажем, 50-100 гривен в месяц за каждого работающего для медицинского обслуживания в течение или иное лекарство. И сегодня лекарные вольны, чтобы подать подписание таких угод. Этот закон разрабатывали два года и, наконец, утвердили. А вот закон о рынке электроэнергии отправили на повторное второе чтение. То, что пропускается в новом законе, это прибирается в этот посредник. И потребители смогут напрямую заключать договоры с компаниями, которые генеруют электроэнергию. Переходный период для этого законопроекта – два года. Ну а в документ депутаты повносили столько правок, что уже и не поймешь, как все должно работать. Теперь комитет будет дорабатывать закон в экстренном порядке, ведь его принятие – требования третьего энергетического пакета ЕС. А требования нужно выполнять. Как и условия МВФ о введении обонплаты за газ. Радикалы сегодня снова выступали против, но в блоке Порошенко уверяют – это неизбежно. Введение обонплаты записано в меморандуме МВФ, разделение обонплаты за транспортирование и цены на газ суммарно не должны привести к увеличению тарифа для населения. Вот и все. Мы говорим о том, что условно, если платишь 100 гривен сейчас, а в структуре этого тарифа 87% цена газа и 13% транспортирования, то платежка может быть 13 плюс 87, но суммарно 100. И ни в каком случае ни 105, ни 110. Вот про что мы говорим. И мы выполняем те умовы, которые мы проговорим в сегодняшней работе с МВФ. Правда, когда придется выполнять эти требования и как, и сами нардепы не понимают. Будет риторика такая, что уряд подготовил и подав, а парламент не разглянул. А оскільки уряд не может ответить за парламент, то ответственность лежит на парламенте, а уряд свою часть домашней работы выполнил, поэтому будет несправедливо, если уряд не отримает грошей, на какие он рассчитывает. А оппозиция намерена и вовсе требовать пересмотра условий, учитывая пенсионную земельную реформы. Мы считаем, что условия, на которые был взятый кредит, они надзвичайно тяжелые для страны, они невыгодные. И мы будем требовать перегляду условий кредитования, условий с МВФ. Мы возвращаемся к Кабмину, потому что Кабмин проводил переговоры. То, что уряд должен был угодить ключевые условия с парламентом, это также очевидно, потому что у нас парламентская президентская республика и парламент должен знать, на каких условиях берутся деньги для государства. Помимо условий меморандума, нардепы требуют и пересмотр тарифов, а заодно и аудит в НАК «Нафтогаз». НАК «Нафтогаз Украины» – однозначно чорна клоака діра, корупційна, абсолютнейшая. Мы требуем прозорого аудиту цієї компании. Она не выводит, не транспортует газ. Но основная часть этого здирательского тарифа, который мы платим, этих 7 тысяч гривен, больше и половины, оседает в «Нафтогазе». Почему? За что? Как эти деньги распределяются? Куда они взглядаются? Этого никто, общество не знает. Но и на этом волна требований нардепов не стихла. Провалом голосования за назначение нового состава счетной палаты в блоке Порошенко до сих пор возмущены. Мы уже сегодня начинаем работу, контроль за деятельностью каждого члена рахунковой палаты и заставим рахунковую палату свидетельствовать о том, что они делали, как они делали и какие самые справы, касательно коррупционеров, передали до правоохранных органов. За 9 кандидатур, которые были выбраны, отдавали свои голоса, наибольшие фракции, больше того, что меня очень удивило, отдавали наши коллеги по коалиции «Народный фронт». Но когда стало вопрос о голосовании и подтверждение в целом склада рахунковой палаты, почему-то позиция наших коллег по коалиции была изменена. А профильный комитет говорит, с предложением новых кандидатур в счетную палату тянуть не будет. Питание не зависло. Как сейчас будет происходить ситуация? Комитет поведет на своем заседании призначит новый конкурс, соответственно, закону. И это будет сделано на следующем заседании комитета. Я так ожидаю, что это будет или на следующий недель в середину. Ну и напоследок свои требования, в который раз озвучила самопомощь. Правда, у них не газ, не тарифы, не счетная палата, а деятельность Нацбанка. Они настаивают, чтобы НАБУ открыла производство и изучила деятельность всех руководителей регулятора, включая Гонтареву. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Геннадий Аникиенко. Подробности телеканал Интер.